АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потому что меня всё время спрашивают, как закаливаться. Мы даже прогласили людей, кто из вас с водой дружит. Вы? И ты? Я уже выяснил. Девочка зовут Таня, а вас? Маша. Мария Павлова, 29 лет, Санкт-Петербург. Ой, класс. Мария работает инженером и ещё ни разу в жизни не брала больничный. Она уверена, это благодаря моржеванию. Уже 16 лет она купается в проруби. У меня мама тоже моржевала, и как-то вот однажды она меня привела на прорубь и, собственно, приобщила к этому делу. Укрепляется иммунитет, улучшается здоровье, и также, когда ты выходишь из воды, увеличивается количество эндорфинов. Четыре года назад Мария познакомилась с последователями Порфирия Иванова и узнала про его систему закаливания. Я обливаться начала после знакомства с последователями Порфирия Иванова, босиком ходить по снегу. Мария участвует в соревнованиях, плавает в ледяной воде на скорость и занимает призовые места. Но главное ее достижение – она сумела приобщить к моржеванию и свою семилетнюю дочь Таню. Меня сначала мама обливала холодной водой дома. Сначала было холодно, а потом с каждым разом я начала привыкать. Я еще научусь плавать и буду в ледяной воде плавать. Вы укрепляете не только свое здоровье, но также укрепляете свой характер, становитесь сильнее, выносливее, преодолеваете себя и свои страхи. Судя по вашим глазам, вы до этого еще не доросли? Нет, именно поэтому я здесь. Вы конкретно боитесь что? Боюсь холодной воды конкретно, реакции на холодную воду. Да, неприятного ощущения от холодной воды. Я почему спрашиваю? Потому что в принципе таких, как вы, все. Все не делают, потому что им холодно, они боятся реакции. Ну что же. Так, секундочку. А я вас пропустил. А вы как к воде? Ну вот я хочу подружиться с водой, с холодной. Вы тоже как Наталья? А вы кто? Меня зовут Татьяна. То есть вы тоже? Ну надо слушать, что я говорю. И я к чему? Что это все в голове. Ну это реально все в голове. Ну я вам скажу, что вот когда я иду на реку, у меня минут 20 до реки идти. Так вот интересно, я когда прихожу, в любой мороз, 30 градусов, вот сколько сейчас было. У меня рубашка маленькая, мокрая. Я настолько подготавливаю, что я где-то уже за, наверное, там метров 500, у меня уже жар идет такой, что растягаешь. То есть ты, настолько у тебя начинает печень вырабатывать тепло, настолько ты морально готовишься, что ты уже просто разгорячен. Я все это говорю, что вы когда берете ведро с холодной водой или стоите около холодной воды, это все голова. Я бы на вашу, вот как бы я это делал, я бы проиграл вначале все это. Я подумал, так, вот хорошо, я стою, я возьму воду. Вот пока сидишь, одетая. Я на себя вылью. Ну что будет? Ну сначала, наверное, мне будет шок или шот. Но ведь ничего страшного не стоит. Вы проиграете это в голове с тем, что когда вы подошли к краю проруби или взяли в руки ведро с холодной водой, вам было уже не страшно, что вы это уже несколько раз в голове проигранное сделали. На самом деле, вода-то была со льдом, но лед расставил. Вам это облегчает задачу. Я вообще вам советую забыть про теплую воду. Вы, если хотите, чтобы кожа у вас была свежая, натянутая, а что лучше холодной воды? Я уже лет 20, наверное, в проруби купаюсь, вообще круглогодично купаюсь везде, и в море, и в океане, и где только там, и в Белом море, и в Баренцевом. Я не болею просудными заболеваниями, я не знаю, что такое ковид, я не знаю, что такое грипп, я не знаю, что такое вот это все. Как часто вы купаетесь? Я купаюсь раз в неделю, каждые выходные, либо на реке, либо в озере, в городе. В городе? Да, в городе. А есть места специальные, да? Да, но я из Санкт-Петербурга, у нас там есть места. Ну и здесь, я думаю, в Москве тоже они есть, конечно. Где есть оборудованные клубы моржей, где можно искупнуться, потом переодеться, погреться. Кстати, очень важно насчет оборудованного места, потому что если особенно неподготовленный человек или малотренированный, когда он попадает в прорубь, как мне один мой друг, причем спортсмен, я говорю, ну как, он говорит, как будто бы электричка переехала. Ты попадаешь в это, и ты можешь в секунды первые потерять ориентацию. У меня просто был случай в Баренцевом море. Прыгнули, человек просто поплыл от лодки. То есть он вообще потерял, он стал бороться за жизнь. И как припустил от лодки, от катера, в смысле, вот. Потом уже всех последующих за ногу привязывали. Просто реально за ногу веревкой привязывали, потом вытаскивали. Пошли вливаться. Начнем с моржей. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня больше Таня интересует. Таня, ну может страшно, может не будешь. Буду. Буду. Молодец какая. Ну, человеческий детеныш, напрягся. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ Не, ну я так не могу. Она даже не пихнула. Господи. Идем, я тебе полотенце дам. Как, холодно было? Нет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Иди. Ну чего. Мама, давай, придется, придется соответствовать. Это что такое? Ты хоть просто тони там что-нибудь. А-а-а, скажи. А то ребенок просто так... АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете... Ну, нам нравится обливаться очень. Так освежает, сразу заряжает, бодрит. Девушки, Таня, Наташа, вы видели? Вы видели ребенка? Мы видели, но от этого легче не становится. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Расставивший моржу, которая купается на реках в Санкт-Петербурге. Это, конечно, ладно. Ну что, они свой пример показали. Ну, с кого начнем? Она больше боится. У вас какой-то вид такой хитрый. Вы, наверное, купались раньше. Нет. Значит, помнишь, что ты делала? Считаешь, что ты уже в воде. Берешь ведро. Давай я на тебя выгляду, тебе будет легче. Ой, я так и знала. Держи, ну правильно. Ну, готова морально? Да. Ну, на. Ну, что ж ты орешь-то? Ну, и... 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 Здорово. Ну, хорошо. Вот секунда... А теперь моя очередь. Секунда прошла. Секунда прошла. И что? Ощущение бодрости, энергии... И что боялась? И счастья. И что боялась? Ну, на еще тогда. Жизнь налаживается. Иллюстрация того, что страхи... Это все глупости. Это все в голове. Вы поняли? Да. Чтобы не пикнула. Чтобы вот как Таня. Хорошо. Тем более она ваша тезка. Хорошо. Вам помогать не буду, сами будете обливаться. Вы посмотрите. Не, не, не. Я хочу еще раз. Чтобы человек... Спортивная фигура. Ну, давайте так. Вы сейчас, конечно, обольетесь, не пикнете. Но. Скажите стране, что будете регулярно делать? Я хочу научиться обливаться, потому что в фитнес-клубе у нас бассейн с холодной водой. Шикарно. И я вот хочу после сауны всегда вот прыгать туда. Научиться. Ну, давайте, как первый, так сказать, шаг к обучению. С головой. А, это уж как вы хотите. Как вам совесть подсказывает. Я все к тому. Ну и что? Ну и что? Ну, никаких же проблем в этом нет. Нет. Нет проблем. Я вам тоже полотенечко дам. Ну, это, наверное, потому что только одну часть я облила. Вы и вы. Вам дадут телефон редактора, чтобы фото прислали. Себя в воде. Ну, вы тоже. Ну, для вас это норма. А ты молодец. А вы давайте. Ну что? По законам жанра. Ага. А у меня воды принес. Спасибо тебе, дорогой. Я думал, у меня ведра не хватили. Все, хотел отвертеться. Ну, неси. У вас она уже тепленькая. Прям с улицы принесли. С улицы принесли? Ну, хорошо. Знаете, это как? Отвечая за базар, приходится отвечать. Ладно. Не проблема. Единственное, что вы мне подержите микрофон и заберете очки. И раздеваться я, ну, вверх раздену, штаны снимать, извините, не буду, поскольку вы в купальниках. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, получаем удовольствие? АПЛОДИСМЕНТЫ Реально, ну, понимаете, какое это удовольствие, одно ведро воды. Ну, за компанию, чтобы не сказали, что я девочек эксплуатирую, детей эксплуатирую, а сам, понимаешь, избежал. Ладно. Давайте. Холодная вода, движение, хорошее настроение, позитивное. Это основа хорошего иммунитета. Вода, в принципе, должна быть одна. Холодная. А горячая, да что мы от нее хотим? В ней ни здоровья, ничего, а холодная вода, правильно, Порфирий Иванов говорит, это жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ